И не случайно, когда речь идет о ключевых вопросах международной политики, Беларусь и Россия выступают единым фронтом. В Минске пресс-конференция Александра Лукашенко рассказал, готова ли Беларусь помогать с выборами на Донбассе и о каком американском политике надо молиться Богу. Жуткая история в России. Школьники стреляют по полицейским, а потом покончили с обои. А может их убили? Кто они такие? Псковские Бонни и Клайд. Их работа ловит на лжи. Новый проект дословно. Украинские активисты припоминают политикам их пустые обещания. Как всегда с улыбкой, но без блеска в глазах. Мне хотелось просто свернуть с клубком, с хорошей книгой и собаками. Никогда больше не выходить из дома. Хилари Клинтон впервые появляется на публике после поражения на выборах. И вот здесь их стали систематически, планомерно избивать. В Чехии и Словакии вспоминают события бархатной революции 89-го. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Беларусь и Россия – это единый фронт. Границу с Украиной приходится закрывать грудью. Беларусь на Донбассе готова помочь провести местные выборы, честные. И молитесь Богу, что в США победила не Клинтон, а Трамп. Александр Лукашенко дает пресс-конференцию для российских журналистов и блогеров. Расхождений по международной повестке дня у двух государств нет. И не случайно, когда речь идет о ключевых вопросах международной политики, Беларусь и Россия выступают единым фронтом. В это непростое время беларусам и россиянам нужно держаться вместе, быть сильными, уметь заставить считаться собой, сообща отстаивать наши интересы. У нас с вами общая боль, общая слава, общее будущее. Отношения России и Беларуси – традиционно главная тема таких собраний. После Единого фронта Лукашенко проанонсировал встречу с Путиным, намеченную на 22 ноября. Почти четыре часа Лукашенко говорил по своим карточкам, отвечал на вопросы. Признался, что Минск хотел принять участие в приватизации российской башнефти в обмен на акции белорусских предприятий. В итоге госпакет компании, напомню, купила Роснефть. Но Москва так и не ответила. Значит, не хотят. Как потом влиять на Беларусь, если она сама будет добывать нефть и газ? Спросил Лукашенко. И признался, что из-за войны в Украине белорусские спецслужбы сдерживают настоящий поток оружия и взрывчатки. Также назвал сумму средней зарплаты белорусов, которая, по его данным, сегодня составляет около 400 долларов. А в следующем году может достичь долгожданных, ранее не раз обещанных, 500. Наш корреспондент в Минске спросил у горожан, как им такие признания и обещания президента. Ну, где-то около 8 миллионов, может, оно и есть так. А в следующем году обещают уже даже 500 долларов. Как думаете, это реально? Нет, это нереально. Вы видите ли, что средняя зарплата в Беларуси сейчас 400 долларов? Вы что, с ума сошли? Нет, не верю. А сколько? Я думаю, примерно 250. А к следующему году обещали даже 500 долларов. Скажите, как вы думаете, это реалистично? Я думаю, что это популистские заявления. Тоже не верю. А почему? А потому что получают 200. Даже люди, которые, вот у меня молодой человек, знакомый, работает на автозаводе, там частично цех его стоит, и у него была зарплата 7 миллионов 100, ну по-старому, сейчас уже 5900. А к следующему году вообще 500 обещает, как думаете? Я думаю, вряд ли Александр Григорьевич изыщет какие-нибудь средства на это. Нет, не верю. Не верите? Потому что много знакомых, которые всего 2 миллиона получают, или 2 с половиной. Два пенсионера вместе нам хватает. Если бы я была одна, сомневаюсь, что мне хватило бы. И теперь в Россию. В Пскове сегодня похоронили Дениса Муравьева и Екатерину Власову. Тех самых подростков-стрелков, которые после ссоры с родителями сбежали из дома, закрылись на даче, отстреливались от полиции. И в конце концов, по официальной версии, покончили с собой. В интернете тем временем появляется петиция с требованием открытого расследования обстоятельств смерти детей. Не все верят в версию о самоубийстве. Из Пскова наш корреспондент Ренат Давлетгильдеев. 24-я школа Пскова. Денис, ученик 9-го Б. Катя из Параллельного. Три дня спустя после трагедии в школе запрещено даже произносить имена подростков вслух. Женщина-вахтер, по совместительству охранник, не пускает журналистов на порог. Директор не берет трубку. Классные руководители отключили мобильные телефоны. Девятиклассникам разрешено пока на занятия не ходить. И только надпись перед входом внезапно отсылает к случившемуся. Ведется постоянное видеонаблюдение. Че говорить-то? В общем, люди, последние минуты жизни. Плава на твоих. Только у этого видео в инстаграме Дениса Муравьева сейчас почти полтора миллиона просмотров. У аккаунта мертвых детей сотни тысяч новых подписчиков. А самый популярный вопрос под каждым роликом с Денисом и Катей. Где найти кадры того, как их убили? Эти 10 секунд – то, что Следственный комитет разрешил показывать журналистам. Всего несколько минут после захвата. Тел не видно, только кровавые пятна повсюду. Все три дня после трагедии ни от кого из силовиков никаких комментариев. Ни от МВД, в машину которых стрелял Денис. Ни от Росгвардии, которая штурмовала дом. Только короткий дежурный ответ пресс-службы Следственного комитета. Когда спецподразделения применили светошумовые гранаты и пошли на штурм, подростки были обнаружены уже мертвыми, с иннестрельными ранениями. Струги Красные – поселок в 80 километрах от Пскова. Все друг друга знают, но Катю и Дениса видели лишь пару раз. В стругах ребята появлялись нечасто. За три дня до случившегося сбежали из дома, заперлись на даче, принадлежащей Катиному отчиму, и провели там три счастливых дня. Даже перекрасились друг в друга. Блондинка Катя стала брюнеткой, Денис – наоборот. В понедельник подростков по наводке родителей нашли полицейские, а дети нашли на даче склад с оружием, оставшийся от деда-охотника. Вы никого не убили, кроме собак? Нет никого. Никого пока что? Может быть, я попал в ментов, я не знаю. Просто я вижу, они сами по телефону базарят. Я вижу ментов, просто бах-бах в них. Сегодня все, что напоминает о случившемся – дыра от пуль и заколоченное окно. Местные разглядывают рваный от картечи забор. С журналистами говорят неохотно. Сколько вы тогда следили по времени? Где-то полчаса, не больше. Вы здесь рядом стояли? Нет, вот там. Вот где-то было, вот там подальше. Вас не подпускали сюда. А полицейских было много? Машин три, четыре. И обычно вообще у нас таких случаев с оружием никогда не было. Я решила, что и оружие наверняка не нарезное, не боевое какое-то. Подумала, может, воздушка там какая-то. В местной полиции, правда, не на камеру. На вопрос про психолога, которого почему-то к детям так и не пустили, отвечают. Какие еще психологи, если они по нам стреляли? Полицейские же говорят, что Росгвардию в Струге Красное для этого и вызвали. Им по уставу можно стрелять в детей, если те вооружены и представляют опасность. Уполномоченный по правам ребенка по Псковской области Наталья Соколова и вовсе просит не делать из подростков героев. Задача, которая стоит сегодня перед нами всеми, это однозначная негативная оценка данного события. Дабы исключить какую-то героизацию, покушение на жизнь сотрудников охранительных органов и суицидов в том числе. Для меня, как для уполномоченного, самая главная трагедия – это не видеть в них преступников и то, что они могли бы совершить, а то, что погибли несовершеннолетние дети. Это самое страшное. Сегодня Дениса и Катю похоронили. Тайно, без журналистов и друзей. В закрытых гробах. И без трансляции в перископе. Любим. Прощайте. Прощайте. Вот так вот. Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом может стартовать чуть ли не через неделю. На 24 ноября в Брюсселе намечен саммит Украины-ЕС, где должен подниматься вопрос так называемого безвиза. Напомним, в конце октября Петр Порошенко назвал новые сроки введения свободного въезда украинцев в Старый Свет, конец осени. До этого не раз звучали другие, самые разные месяцы и дни. Мы сделали небольшую подборку обещаний президента, начиная с его инаугурации. Чтобы с 1 января 2015 года украинские граждане имели возможность безвизово путешествовать по Европе. Как я и обещал, у украинцев есть реальные шансы уже с 1 января ездить безвиз в Европейский Союз. Мы добились для граждан Украины заслуженного права на свободные безвизовые поездки в страны Евросоюза. Они станут реальностью уже в следующем году. Я уверен, что документы про предоставление Украине безвизового режима полностью будут подписаны и ратифицированы Европарламентом. Можно даже сказать, до какой даты. Это произойдет до 24 ноября. И еще о цене слов. В Украине появились активисты, готовые ловить политиков на невыполненных обещаниях. Проект называется «Дословно». Собирают публичные заявления представителей власти и анализируют их на предмет, цитата, соответствия действительности. Подробнее в репортаже Юлии Горечевой. Будем пускать бизнес в политику, мы не будем пускать бизнес в Верховную Раду. У нас еще не веста политика, это какая-то новая обещанка. Саакашвили даже не подозревает, что его обещания уже под контролем. Активисты дословно процитировали политика и разместили обещания в соцсетях. Солгал политик или нет, отчитаются позже. Дословно уже ловили его на вранье. На днях в Фейсбуке разместили топ-10 обещаний Саакашвили губернатора, большинство из которых он так и не выполнил. Мы отремонтируем дорогу Одесса-Рени. Факт. Ремонт дороги не завершен из-за отсутствия инвестора. Закончить строительство нового терминала в аэропорту и открыть новую взлетную полосу. Факт. Терминал не сдали в эксплуатацию, взлетная полоса не построена. Не только Саакашвили. Все украинские политики, публично что-то обещающие, теперь под прицелом дословно. Активисты только начали работу, а в списке тех, кто слово не сдержал, уже несколько десятков политиков. В основном народные депутаты. Верховная Рада, как институт, у нас доверием не пользуется. У нас парламент, как какое-то болото, воспринимается избирателями. Соответственно, мы хотим, чтобы с одной стороны люди знали, какие обещания политики таки выполняют, а с другой стороны, чтобы политики более ответственно относились к тому, что говорят. Каждый день активисты выкладывают в сеть новое обещание или отчет, выполненное обещанное прежде или нет. Вот глава фракции «Самопомощь» пообещал, что никто из депутатов партии не будет поддерживать законопроект о госпюджете. Скажите, а вы сталкивались с таким, что ваши депутаты говорили одно, а делали другое? Ну, пока что не сталкивались с таким. Политик обманывает, говорят активисты дословно. Три депутата фракции «Самопомощь» проект бюджета поддержали. Маркевич, Апанасенко и Бабак. Три голоса были «за». То, что у депутата может быть свое мнение, это хорошо, но есть позиция фракции, и если депутат действует не как все, тут могут быть коррупционные моменты, например, покупка депутатских голосов. Вот еще один пример, когда слова политика расходятся с делом. Министр информационной политики Юрий Стейц пообещал возобновить телевышку на горе Карачун в зоне АТО, чтобы местные жители могли смотреть украинское ТВ. «Обещали ее возобновить весной 2016-го, но уже ноябрь, а вышки до сих пор нет». В фейсбуке Юрий Стейц нам ответил, что сроки сдвинулись из-за кадровых перестановок в министерстве. А ответственный за восстановление вышки сказал, что сдать ее год назад никто и не планировал. Установлен изначально срок – январь 2017-го. «Если по строительным нормам положено, что бетон должен выстояться 21 день, но вы ни одним приказом не заставите его засохнуть за пять, понимаете?» Кроме обещаний, активисты дословно первыми в Украине проанализировали электронные декларации политиков. Результат первого расследования – 119 депутатов-миллионеров арендуют жилье за государственный счет. Настоящие портреты политиков дословно рисуют, чтобы показать людям, кто реально у власти. Судя по первым расследованиям, делают вывод – лжи и коррупции в украинской политике меньше не стало. Юлия Горичева, Евгений Педин и Александр Бевс. Настоящее время – Киев. Это эфир из Праги. Смотрите далее. И вот здесь их стали систематически, планомерно избивать. В Чехии и Словакии вспоминают события бархатной революции 89-го. Дань уважения Вацлаву Гавелу или декоммунизация по просьбе активистов – самый длинный бульвар Киева назвали в честь первого президента независимой Чехии. Как всегда, с улыбкой, но без блеска в глазах. Свернуться клубком с хорошей книгой, собаками и никогда больше не уходить из дома. Хилари Клинтон впервые появилась на публике после поражения на выборах. Заваренные канализационные люки, бетонные блоки на пути пешеходов и много полиции. У башни Трамп-Таур недовольные победой республиканца. В Чехии и Словакии сегодня вспоминают события бархатной революции, мирного восстания в ноябре-декабре 89-го года. Тогда еще в Чехо-Словакии. 17 ноября в Чехии государственный праздник – День борьбы за свободу и демократию. Все началось с массовой студенческой демонстрации в Праге. Бархатная революция стала примером сравнительно быстрого отстранения от власти коммунистического режима. Наш коллега, чешский журналист, писатель и публицист Ефим Фиштейн прошел по тем местам Праги, где 27 лет назад начиналась новейшая история независимой Чехии. Мы с вами находимся в одном из самых известных пражских кафе – в кафе «Славия». Кафе – это известно тем, что в нем всегда собиралась пражская творческая интеллигенция. В 30-е годы это были актеры, писатели, журналисты. В 70-е и 80-е годы их место заняли представители творческой оппозиции «Кружок людей вокруг Вацлава Гавила». 17 ноября 1989 года посетители кафе могли из окон, из которых обычно открывается вид на Национальный театр, на Волтаву, на Грачаны, могли видеть весьма необычное зрелище. Оценочно тысяч 25-30 молодых людей двигалось сюда, в сторону Национальной улицы, в сторону этого кафе, со стороны района, который называется Альбертов, район факультетов университетских. Там студенты собрались и двинулись вниз. Надо сказать, что демонстрация была разрешенной. Городские власти ее допустили. Почему? Да потому что 17 ноября это был международный день студенчества, который отмечалось во всех странах мира, в том числе и в России. Когда они дошли до этого места, среди студенческих вожаков произошел диспут, и они решили не уходить от центра, а наоборот развернуть всю эту колонну направо и по Национальной улице, которая здесь перед нами, пройти к Вацлавской площади. Когда колонна повернула с набережной на Национальную улицу, стало ясно всем, в том числе и властям, что студенческая демонстрация разрешенная переросла или перерастает в демонстрацию антирежимную. Новые лозунги, новые транспаранты, конец правлению одной партии, хотим свободной прессы и прочие свободолюбивые транспаранты. Часть демонстрантов, пытаясь избежать прямого столкновения с полицией, пыталась убежать по этой улочке. Полиция загнала часть демонстрантов вот в этот узкий пассаж, галерею, которая тогда, естественно, выглядела несколько иначе, но была, наверное, такой же темной. И вот здесь их стали систематически, планомерно избивать. Демонстранты тогда скандировали, у нас голые руки. Эти голые руки символизируют эта мемориальная доска. Многие выходящие или уходящие, разбегавшиеся, обратили внимание на то, что снаружи лежит тело человек, лежавший на одеяле или прикрытый одеялом или простынью снаружи, выглядел совершенно мертвым. И вечером того же дня эта картина, которая вроде бы уже закончена, все считали, что полиция победила, разогнала демонстрацию кого-то, заставила бояться навсегда. На этом дело закончено. Оказалось, что на этом дело не закончилось, а только-только начиналось. Вечером того же дня жители Чехословакии узнали извещание о свободной Европе, что в ходе столкновений погиб молодой студент Мартин Шмидт, и это вызвало бурю негодования. С лозунгами «Они убивают наших детей» на следующий день на Вацлавскую площадь вышли многотысячные толпы народа. К ним впервые за это время обратился Вацлав Гавил и группа его товарищей. Обратились они с балкона дома издательства «Мелантрия». Стало ясно, что этот режим не может удержаться. На 10-й день после начала событий была объявлена всеобщая забастовка. Ей не суждено было даже состояться, потому что режим стал рассыпаться буквально на глазах. Название «Бархатная революция» родилось не сразу. Вначале конкурировали два эпитета. «Бархатная» и «Нежная революция». Победило понятие «бархатная». Закономерен вопрос, как сейчас смотрят чехи на события того времени, как они оценивают «бархатную революцию». Три четверти, то есть 75% чехов воспринимают «бархатную революцию» как центральное событие чешской истории и согласны с ним. Поэтому их отношения, несмотря на любой ревизионизм, который может иметь место в обществе, отношения к своему первому президенту Вацлаву Гавилу весьма положительные. Дань уважения Вацлаву Гавилу. Самый длинный бульвар Киева Ивана Лэпсы в результате стараний ряда его жителей-активистов назвали в честь первого президента независимой Чехии. О том, как вместо имени латышского коммуниста и революционера Киевский бульвар получил имя чешского драматурга и диссидента, в материале Уляны Кондрашовой. «Это была очень мрачная такая серая стена, впрочем, как и весь бульвар. И мы пригласили художника. Он сделал вот этот мурал. Похожий очень мурал существует в Праге, почти копия. А уже флаги Украины и Чехии я дорисовал сам». Борьбу с советским наследием на своей улице Зарян начал больше года назад. Тогда этот бульвар носил название Ивана Лепсы – латышского революционера, похороненного в Кремлевской стене на Красной площади. «Наша кампания началась в конце сентября прошлого года, 2015-го. Как раз тогда начиналась вся эпопея с декоммунизацией, с переименованием улиц в Киеве. Когда мы начали нашу кампанию, оказалось, что люди, живущие на бульваре, вообще не знали и не задумывались о том, кто такой Иван Лепсы». Самые активные жители Киева объединились в социальных сетях. Там и родилась идея назвать бульвар в честь первого чешского президента Вацлава Гавала. К процессу переименования бульвара присоединились даже дипломаты. «Для нас чехов, которые гордятся его наследием, его интеллектуальным наследием, это очень всегда важно и приятно, если в других странах замечают те его качества, за которые мы его так любим. Даже на этой улице есть роддом, где родилось все трое моих детей, поэтому для меня это был, как вы знаете, такой знак». Переименовать бульвар оказалось не так уж легко. С одной стороны, администрация местного завода требовала назвать бульвар на честь бывшего директора предприятия и бывшего мэра Киева Валентина Сгуровского. С другой стороны, бюрократия. «Есть так называемая двойная процедура переименования. Ее фактически дважды рассматривает комиссия по наименованиям». Сегодня бульвар уже официально носит название Вацлава Гавала. Но таким переменам рады далеко не все его жители. «Я привыкла здесь живу лет 50, наверное. Я привыкла к Лепсу, к этому. Гавала – это для меня, он, во-первых, не наш, а чей-то. Зачем он нам нужен?» «Да потому что мне без разницы, это советский или не советский. Я уже привык на этой улице, бульвар Лепс. Так пусть он был. А этого второго я не знаю, кто он такой». «Бульвар имени Вацлава Гавала, по-моему, это именно то, что надо сейчас Киеву. Поэтому я лично доволен такой инициативой и ее успехом». Активисты же на переименовании останавливаться не намерены. Трамваи, которые здесь курсируют, планируют снабдить различной литературой о Чехии, Праге и Вацлаве Гавале. Но сначала, говорят активисты, хотя бы таблички на домах поменять. Но это будет в следующем году. В этом денег в бюджете не нашлось. Да и сам дизайн табличек с именем Вацлава Гавала пока только утверждается. Ульяна Кондрашова, Николай Квас. Настоящее время. Киев. Хилари Клинтон впервые появилась на публике после президентских выборов. Она посетила мероприятие Фонда защиты детей, где призналась, что тяжело переживала поражение. За кандидата от демократов, напомним, проголосовало на 300 тысяч больше американцев, чем за соперника от республиканцев Дональда Трампа. Однако он победил, набрав большинство голосов выборщиков. Прийти сюда для меня было непросто. За последние несколько недель были моменты, когда мне хотелось просто свернуться клубком с хорошей книгой, собаками и никогда больше не выходить из дома. В эти дни многие задаются вопросом, осталась ли Америка той страной, которой мы ее знали. Разногласия, обнаженные этими выборами, глубоки. Но послушайте меня. Америка стоит этого. Наши дети стоят этого. Верьте в нашу страну, боритесь за наши ценности и никогда не сдавайтесь. Хилари Клинтон признала результаты выборов. Одна из первых поздравила Дональда Трампа. Однако многие ее сторонники поражения не смогли принять. Избрание Трампа и его первые шаги после победы продолжают сопровождать массовые протесты. Минувшие ночи в Лос-Анджелесе тысячи человек вышли на улицы, требуя уволить с поста советника президента Стивена Беннона, бывшего главного редактора информационного сайта, который в социальных сетях называют националистическим. Протесты продолжаются и в Нью-Йорке. Ряд горожан недовольны повышенными мерами безопасности у башни Трамп Тауэр, где продолжает жить избранный президент. Полиция перекрыла Пятую авеню металлическими бетонными ограждениями и ограничила движение на соседнем проспекте, что привело к пробкам на и так перегруженных улицах Манхэттена. Это непристойно. Пусть Трамп едет Уэстчестер к своим модным и богатым друзьям. Это безумие. Я знал об этом из новостей. Это, конечно, сумасшествие. Но надо просто вдохнуть поглубже и пережить это. Безусловно, ситуация на дорогах ухудшается, особенно к праздникам. Но мы уже привыкли. Снег, пробки и другие интересные события Нью-Йорка – это повседневная реальность города. Власти Нью-Йорка заявляют, что усиленные меры безопасности в центре города сохранятся до начала следующего года. Избранный президент вступит в должность 20 января, после чего переедет в Белый дом. На этом все. Таким был этот четверг, 17 ноября. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»